Книга открытого окон. Первый том. Тема крещения. Вопрос 79. Мои крестники живут на Сахалине, а я здесь в Барнауле. И они сюда уже несколько лет не приезжают. То как могу я воспитывать своего крестника? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Вот эта игра с крестными и обнаруживается в таких вопросах. Никто и ни за что не думал отвечать. Власть духовных родителей, то есть крестных, намного выше, чем плотских его родителей. Но попробуй достучить до родителей. У меня тоже несколько есть крестников, при этом из родных моих. Но вот испортились отношения с родителями, и они ни за что не дадут в лагерь стан детей своих к нам. Мало того, они при детях рассказывают свои неудовольствия про меня, и они уже относятся пока еще к особокам. Потом будут просто звереть, имея в этом опыт. Какой же выход? Поистине было бы надо прекратить крестить детей, ибо крещение детей предполагает их вхождение в члены церкви. А этого почти не происходит. Из верующих семей, как правило, самые неугодные дети вырастают. Сейчас намного хуже, чем у неверующих, но по-своему порядочных людей. Крестить детей только там, где поистине есть настоящая вера и послушание родителей. Это не более, как один человек на 300 прихожан. И тогда бы вы этот вопрос мне не задали, и мне не нужно было бы напрягаться, как ответить, чтобы не солгать. Знаю, что за мои ответы многие архиереи, священники, патриоты православия сегодняшнего советского, «Готовы бы сегодня же меня повесить задолго до расцвета». Но Писание нигде не говорит ни слова ни о крестных, ни о всем, что связано с воспитанием крещенных детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!